Перед релизом дополнения разработчики обещали значительное обновление арсенала оружия стражей. И надо признать, не обманули, пушек добавили и правда много. В серии нескольких грядущих видео я хочу разобрать все легендарные оружия по их источникам. Рейдовое, сезонное и оружие из мира престола. Начнём как раз с того, что можно добыть в болотах Саватун. Без воды. Просто список, название, краткие впечатления и ключевые перки, которые нужно искать в последний и предпоследний слот. Надеюсь, такой разбор поможет новичкам сориентироваться в разнообразии вооружения. И как и всегда в подобных роликах, я должен предупредить, что все перки и рекомендации, которые я озвучу, основаны исключительно на моём опыте. Я не говорю, что перки на оружие должны быть только эти. Вы вправе предлагать свои варианты и я с радостью ознакомлюсь с ними в комментариях. Начнём. Обманка. Пустотная ракетница на адаптивной раме. На самом деле не самая плохая по урону, если считать урон за выстрел. Довольно интересно, что на ней можно сковать улучшенный перк «Тактическая подготовка», который ощутимо улучшит показатели ракетницы на фазах урона по боссам, на рейдах и сложных активностях. В последней колонке будет интересен уже давно хорошо зарекомендовавший себя перк на долгую память. В качестве альтернативы можете иметь в виду модуль слежения в предпоследний слот. Перки характеристик в первые две ячейки я бы ставил на скорость полёта снаряда. Вечные муки. Гранатомёт с электрическим типом урона. Как и фактически любой другой гранатомёт в игре, из тех, что в третий слот, при текущем балансе песочницы практически бесполезен. Этот гранатомёт на скорострельной раме, которая отлично подошла бы сколько-то там сезонов назад для урона по боссам, сейчас весьма блекло смотрится. Если вы действительно хотите использовать вечные муки, без единой на то причины, наиболее приличными перками станут обойма сюрприз и цепная реакция. Кошмар криминалиста. А вот шестисотый пистолет-пулемёт на точной раме в кинетический слот со стазисным типом урона может быть интересным в некоторых условиях. На мой взгляд, идеальной связкой перков для этого оружия станет вечное движение и рубака или надгробие в последний столбец. Особенно с надгробием, эта ппшка может эффектно и эффективно служить для зачистки мелких мобов. Савру, если скажу, что это так же хорошо, как чистка с пустотной ппшки во второй слот, с тем билдом, о котором я рассказывал в прошлом видео. Но всё же, для особых фанатов тёмного подкласса, вариант не самый последний. Отцовский грех. Снайпа на скорострельной раме во второй слот. Снова пустотный урон, кстати. Для пве вам интересный тройной выстрел и сосредоточенная ярость. Для пвп, под давлением и быстрый прицел. Довольно универсальная, в общем-то, винтовка, так что можно рекомендовать её в этих вариациях в зависимости от того, чаще вы играете в пвп или в пве. Так вышло. Автомат во второй слот, 360 архетип, электрический урон и довольно неплохой выбор перков. Как и в случае с гранатомётом, всё бы хорошо, если бы не тип оружия. Автоматы, как бы сильно их не любили новички, всё ещё бесполезны и не могут прочно закрепиться ни в одном режиме игры. Связка перков характеристики для всех плюс один за всех довольно интересно улучшает все ключевые статы оружия. В мире, в котором банджи бафают автоматы, а игроки используют их повсеместно, такой ролл был бы крайне интересен для пве забегов, но мы живём в другом. Эмпирические данные. Пистолет в кинетический слот. Ведёт огонь очередями из двух выстрелов. Как бы не парадоксально звучало, но пистолет может принести вам пользы больше, чем тот же автомат, который мы разобрали выше. Из любопытных связок перков можно отметить датчик пульса и адажио, которые после убийства улучшат характеристики и урон. Ну или пара вечное движение плюс рубака, которая больше рассчитана на динамичный бой на ближней дистанции. Неплохой пистолет, но я не фанат этого типа оружия, так что больше о нём ничего сказать не могу. Подозреваемый. А вот плазменные винтовки я люблю уже очень давно. Пустотная плазменка из мира престола подозреваемый стоит внимания как минимум до тех пор, пока этот тип оружия не убили нерфами в пвп. С перком устойчивая изготовка и перком успешный прогрев вы сокращаете время зарядки практически до нуля. А если всё это приправить абсолютом на время заряда, вы получите фантастическую винтовку для ближнего боя. Кроме того, плазменка подозреваемый, похоже, единственная скорострельная винтовка в своём классе с перком устойчивая изготовка, которую не коснулся Sunset в прошлом году. Что делает её довольно привлекательной. И не забывайте, что она пустотная, а значит с обновлёнными подклассами будет тащить в любом билде. Точный запрос. Тоже пустотное оружие. Винтовка разведчика. Да, они чувствуют себя немного лучше, чем год назад, когда мы жаловались на их баланс. Но всё же по овальной популярности винтовки разведчика не снискали. Особенно те, что на усиленной раме, которая обещает высокий урон, но низкую скорость стрельбы. Нет ни одной причины брать её ни в ПВЕ, ни в ПВП. Так что продолжаем ныть на реддите о бафе не только автоматов, но и скауток. А так из перков с четвёртого раза получится и диверсант. Но это только чтобы не обижать. Советовать к использованию я это оружие не могу, какие бы перки там ни стояли. Злой наговор. Лук. Кто фанат луков? Я вот нет. Однако этот в кинетический слот, что довольно редко случается. А тут ещё и сразу несколько интереснейших перков имеется. Реакция лучников предпоследний столбец вам нужен по-любому. А вот в последний можно выбрать или взрывной наконечник, или успешный прогрев. Повторюсь, с луками я играл почти никогда. Но даже я вижу, что у этого, пускай и уродливого, есть хороший выбор топовых перков. Думаю, стоит его скрафтить в идеальный такой гадрол и забыть о существовании других луков на годы вперёд. И это было последнее оружие в сегодняшнем списке. Да, довольно быстро разобрались. Ждите ещё таких роликов с разбором всего сезонного арсенала и арсенала из рейда. Напомню, что сейчас, после отключения монетизации, канал существует только благодаря вашему интересу и поддержке. Так что не забывайте ставить лайк, колокольчик, комментарии. А также присоединяйтесь к команде Стражей на Бусти, которым я безумно благодарен. Я там провожу конкурсы на эмблемы и планирую постить некоторые ролики раньше релиза и без рекламы. Так что ссылка будет в описании. Спасибо, если решишься подписаться по одному из тарифов. Спасибо за просмотр. До связи.